Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот эта наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальный крест лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот эта наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и всем приятного просмотра. Не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Добро пожаловать в нашу новую серию, где мы будем продолжать прокачивать наших покемонов. Точнее, Шайни Валрейна, Снизла Пизла, Иглибафа и Омманайт. В этой серии мы как раз имеемся вот эти. Честное слово, я не в курсе. Есть ли вообще Снизла Эволюция? Я буду очень рад, если вы мне напишите это в комментарии. Но, если она где-то там существует, в каком-то там мире покемонов, да, и как-то можно сделать вот эту Эволюцию, то, в принципе, можно написать для информации. Но, есть ли она в этом моде? То есть, добавлена ли она в этом моде? Если ее нету в этом моде, то просто, ребята, так напишите. Да, Снизла есть Эволюция, но вообще существует. Но в моде ее нету. Потому что не нужно мне пудрить мозги, я больше начинаю забываться и все остальное. Поэтому буду благодарен, если вы мне напишите в общем, есть ли у него Эволюция в этом моде или нет. Валрейну, ну, прокачаем мы ему 5 уровней, что остается, да, то есть до 45 уровня, потому что у него еще будет Эволюция. Да, я перепутал в предыдущей серии Валрейна и остальных, но все же. Так, Валрейна и Глибафа, да, нужно тоже прокачивать. А сейчас с помощью счастья мы это будем делать. И, ребята, как вы можете заметить, в моем инвентаре то, что я сделал уже наконец-то клон-машину. То есть, ну, в принципе, там ничего такого сложного нету, просто 3 предмета соединить и все, получится клон-машина. Но в этой серии я пока что еще боюсь вот это все делать, честное слово. Я пока что еще боюсь. Мы уже можем ее поставить, допустим, я не знаю, честно, куда бы ее было круто поставить. Может, вот так, да, и пускай она там стоит. Ребята, честное слово, я просто пока что еще не знаю. Мне очень стрёмно, если честно, сейчас идти и делать Мьюту, потому что, ну, сами знаете, да, то, что если у нас не получится Мьюту, то у нас больше не будет, это у нас Капиджиота, у нас больше не будет нужных нам ресурсов, точнее, железо у нас до хрена, золота у нас тоже хватит, а вот алмазы, ребята, не хватит. Поэтому, да, в принципе, нормально и так уже, алмазов не хватит. И поэтому, если у нас получится не Мьюту, а получится Дитто, то, к сожалению, нам нужно будет продлить наш сезон еще на несколько серий. А, как я знаю, этого никому не хочется, поэтому, ребята, лучше мы не будем рисковать. Напишите в комментариях, пожалуйста, какая последовательность. Знаете, мы это уже делали пару раз, то есть мы... Опа, нихрена себе, прям на глазах так боза спамился. Мы это делали уже несколько раз, но... Знаете, перед каждым новым разом у меня как будто стирается память. И я забываю. То есть я знаю, знаете, ага, это вот так делается. Как только нам предстоит вот это опять сделать, ага, твою мать, я опять забыл. Как это делается? Я опять прошу помощи, чтобы вы мне помогли и написали, как же, как же вот это все делается. Потому что, честное слово, ребята, прям вылетело с головы и все. Я не могу вспомнить. То ли золотой, железный, алмазный, то ли по... То есть по очереди железный, золотой, алмазный. Хрен его знает, честное слово, ребята. Лучше давайте не будем рисковать. Ультрабол. Опа, эволюция. То есть, смотрите, игрибав джиглипав, джиглипав виглитав. Мы уже можем его эволюционировать с помощью мундстоона, который мы сейчас возьмем в нашем судучке. Но также еще в Алрейну нужно там сколько, пару уровней прокачать. Закат, 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 закат. То, что заспанится Райкваза, такой шанс, даже меньше. Но попробовать можно, ребята. Да, пофиг, 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 пофиг. Опа. Такой большой уровень. Быстро, быстро, быстро. А то я сейчас профукаю 50 уровень, а мне этого не очень хочется. Так, да-да-да-да-да-да. ТП 1300. Шанс, что заспанится Райкваза, ребята... Ну... Грубо говоря, вообще никакого шанса нету. Честно, ребята. Мне вообще кажется, что Райкваза в этом сезоне нам даже не стоит ожидать. А я, наверное, сделаю так, как вы мне написали. Просто-напросто, чтобы не затягивать сезон, взять, выдать себе Райквазу, отдать Мастер Болл, выдать себе Райквазу и просто-напросто не затягивать сезон. Потому что, ребята... Так, 80. Потому что вы знаете то, что с Райквазой тут какие-то неполадочки. Так же, как и было в предыдущем сезоне, то, что... Точно так же, как сейчас. Прямо-напросто точно так же. Не спанилось, не спанилось. И самый-самое последнее... Точнее... Самый последний, да. Вроде самый-самый последний легендарный покемон, который нам оставался словить... Которого нам оставалось словить в предыдущем сезоне, была Райкваза. Как мы ни пытались, она не спанилась. Ну прям никак не спанилась. Потом, уже под конец, прям конец-конец сезона, она взяла за спанность. То же самое главное, она заспамилась необычно, так как спамится обычная легенда. Кто смотрел, кто нет, я сейчас объясню. Она заспамилась перед нами, но в чат не написала то, что она заспамилась. Прям вообще никто ни хрена не понял, что это за хрень была. Поэтому вдруг где-то уже раз 10 спамилась тут, может, Райкваза. Мы её не видели, потому что через баг, ну, незаметно, да? То есть, незаметно через баг. И всё. Не пишет чат, мы её и не видели. Ну, или просто-напросто спам такой. Или спам отсутствует. Хотя, вроде люди проверяли и говорили, что спам есть, но может спам... Ну, жопастый, если честно. Ну, мне кажется, так оно и есть. Спам на Райквазе не будет, и нам даже не стоит этого ожидать, ребята. Лучше всё-таки нам выдать и закончить сезон. Это какая серия? 118 серия? Ребята. Нет, 120 я не буду говорить, потому что 118, 119, 120 заключительно у нас вряд ли получится. Хотя... Ну, нам ещё 2 яйца нужно расковырять. Одно уже чуть-чуть треснуло, другое ещё там. Как только мы прокачаем какого-то покемона, сразу возьмём другой, чтобы сразу 2 яйца начали трескаться. Ну, для того, чтобы быстрее вот это всё сделалось. И чтобы не терять время, давайте-ка мы лучше пойдём и прокачаем хотя бы ещё несколько покемонов на острове, ребята. О, сейчас тут куча киограф, луги повылазит. Хотите видеть? Ну, смотрите. Смотрите. Не верите, что сейчас тут куча луги и киограф будет? Ну, сейчас увидите. Ам, так, сейчас. Жигли... Так, да, джиглипафа. Нет, этого нужно убрать. Джиглипафа. Нужно прокачать ему ещё 3 уровня. Ну, ребята, посмотрим, честно. У нас ещё осталась куча... Так. Кор, соло, поке, спаун, кор... Корсо, да. У нас ещё осталась куча шайни-покемонов, но, как вы мне предложили, я не буду затягивать сезон по этому поводу. И просто-напросто я возьму шайни-покемонов и сразу же их поменяю на обычных покемонов. На принципе, нам ей... Опа, Драгонайт. Нам ей осталось прокачать не так уж и много покемонов, сделать мьюту. Если Райкваза не заспанится, то просто выдать, потому что нету смысла затягивать сезон до тех пор, пока заспанится Райкваза, если она вообще когда-то заспанится. Поэтому, ребята, мы, наверное, так и сделаем. Ага, я думаю, что нафиг ты не качаешься. Мы, наверное, ребята, так и сделаем, если честно. Ну и всё. То есть, может, даже к 125-й серии... Может, мы закончим, да, сезон, ребята? Вы заметили, какой я снайпер? Кидал в Краудаун-то, промазал, кинул в воду, но в воде попал в Тентакруэля или в Тентакула. Прям, знаете, снайперину нафиг. Кидал в одного, попал в другого. Так, ладно. Джигли Паф, Джигли Паф, три уровня тебе осталось. Как можно быстрее. Если мы постараемся, то в этой серии мы, может, выложим... Ну, если снизила, я не, ну, как бы... На принципе, хрен я его буду эволюционировать, потому что я не знаю, есть ли у него вообще эволюция. Это во-первых. А во-вторых, даже если у него есть эволюция, то я не представляю, как она эволюционирует. Как её вообще сделать. Поэтому, ребята, я и прошу у вас помощи, чтобы вы мне в комментарии написали, есть ли у снизила эволюция, и как она происходит. То есть, через обмен, через уровень, через камень или ещё через... Почему Покеспаун? Через камень или ещё через что-то, ребят. Поэтому я у вас и прошу помощи. Буду очень рад, если вы мне поможете. Так. Вот так. И поэтому, ребята, посмотрим, если у него эволюция нет. Ух ты нафиг, стой на месте, ты полетел куда-то. Сейчас тебе в жопу ультрабольчиком с Драгонайтом заеду. Так. И, наверное, в принципе, в следующей серии я сделаю уже камни. Такие, какие камни? Блоки. Железный, алмазный, золотой. И будем, наверное, стараться как-то заспавнить. Заспавнить мюту, если у нас, конечно, вот это получится. Так, ладно. Ээээ, 263. Вот так. Замечательно. Ну давай, райко, вылазь. Я знаю, ты хочешь нас потролить. И сейчас таки будет. Так, пока мы спускаемся, я быстренько покушаю. И сейчас мы быстренько выкинем 10 вещей, которые нам нафиг сдались. Так. Эээ, ну давайте. 1, 2, 3, 4, 5, и 6, и 7, и 8, 9, 10. 10 вещей мы выкинули. Так, кого? Кого Оманайта, да? Оманайта, Оманайта, Оманайта. Уровней тут, конечно, не очень, мягко говоря. Но все же, ладно, пока что сойдет. 9, 7 Блисси у нас еще осталось. 7 Блисси у Оманайта уже 29 уровень. Тоже сойдет пока что. Брайан, вот так давайте. Ну, небольшие тут уровни, если честно, ребята. А давайте, знаете, ребята, поспим. Вот так. И сразу тэпэкнемся к райквазе. Прикиньте, мы опять найдем какой-то такой идеальный момент, когда заспанится сразу 2 райкваза. Ну, это, конечно, я мечтаю. Ну, хотя бы, хотя бы пол райкваза, чтобы заспанилось. Было бы круто. Помните так же, как и было? Ну, вряд ли. Тут уже не рассвет, а тут уже утро, можно сказать. О, нихрена себе. Пипинсир, шайник. Никогда не видел. Пипинсир. Никогда не видел, честно. Круто. Помните, как тогда вот та хрень произошла с Элэби? Не спавнилась, не спавнилась. Элэби не спавнится, не спавнится, не спавнится. Потом какой-то идеальный момент, мы туда тэпэкнули, что сразу бум! Две с Элэби заспанилось. Я прям охренел. Что-то за хренотень. Я там случайно в лаву еще не упаду куда-то. Дай болл, мастер болл, ультраболл. Ну, вряд ли мы синенького пипинсир ослоем. Так как вы можете заметить то, что ультраболов, да вообще, вообще всех болов у нас по нулям. Но, в принципе, нам они вообще уже нахрен сдались, потому что... Все. 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 Пуригоша. Я опять забыл про Пуригона. Вашу нафиг, вашу нафиг, вашу, вашу, вашу нафиг. Будем ли мы его сейчас делать? Пипинсир? Нет, пипинсир. Вряд ли мы тебя сломим, если честно. Но, сейчас попробуем. Это последний болл. Плюс, кому я просто сейчас, знаете, ребята, думаю, то, что... Если курсола спавнится, то нам еще и курсола нужно словить. И плюс, кому нам еще и кучу поригонов нужно словить. Ну как кучу? Одного поригона. То, что реально очень хреновенько, то, что боллов у нас вообще нет. Я просто, знаете, думал, что у нас уже просто не осталось покемонов, которых нам нужно словить. Поэтому я так и думаю, а какие нафиг покемоны? Можно тратить уже все боллы. Ну, в принципе, мы поэтому и пипинсира не словили, но... Ладно, давайте. Сейчас нам нужны все боллы. Все боллы до единого. Так. Так, 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 так. Даск боллы. Нам все боллы нужны. Прям все, 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 все. Кингсрок. Ребята, запомните. Я выкидываю кингсрок, чтобы потом сделать кинга. Это не забудьте и потом не говорите, что я читаю. Я уже сейчас выкидываю шапку. Выкидываю. Поэтому потом не говорите, что я читерил. Просто, чтобы место освободить. Несбол. Хэви бол. Хилл бол. Дать еще вот так быстренько, пока мы тут, чтобы потом не бегать, да, туда-сюда. Вот так. Фух. Кинга мы сделаем. Курсоло-пуригоны, ребята. Я бы, честное слово, сейчас даже попробовал сделать пурегошек. Но... Я не знаю, честно. Я не знаю, ребята. Мне говорили, что не нужно даже стак. Компьютеров на то, чтобы сделать пуригонов. Пуригоны как бы становятся, когда ты там делаешь 5-10 компьютеров. Я не знаю, правда ли это или нет. Я не знаю, работает ли это или нет. Но, честно, ребята, я не знаю. Честно, я не знаю. Нужно будет попробовать. Ладно, это мы уже, наверное, попробуем в следующей серии. А сейчас давайте... Я в следующей серии уже подготовлю вот эти пластины алюминиевые, чтобы сейчас просто-напросто не тратить время не делать их. А сейчас пока у нас еще осталось 7 блистей. Давайте-ка мы быстренько-быстренько их используем на нашего Ауманайта. Выложим покемонов и возьмем новое яичко. Чтобы... Так, 7-6. 5. 5. Возьмем новое яичко, ребята, для того, чтобы сразу 2 яичка нам изготавливать. Да? Чтобы сразу 2 яичка у нас получились. Сколько? 5-4. А то, как видите, сами яйца вот это занимает 5-4-3. А сами яйца вот эти занимают, ну, достаточно так времени, если честно. Вот там еще и босс засванивается какой-то. Ну, одно яйцо занимает около 3-4, может даже 5 серий, для того, чтобы оно, ну, родило кого-то, можно так сказать. Плюс, когда у нас получится Маншлакс и Клефу, то еще и их придется эволюционировать, ребят. Поэтому еще какое-то время займет. Ну, я надеюсь, что к 125-й, к 130-й серии мы уже, мы уже, мы уже, мы уже, ну, фактично закончим этот сезон, я так думаю. Сколько там, 2 Блисси, да, еще осталось? Ага, 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 ага. Не будем пока что тратить, потому что покемонов у нас уже нету, на кого мы можем их потратить. Давайте быстренько сюда пойдем, если ты не в земле, зараза, да, так и взяли. Сидел там, пока мы не сдвинулись с места. Как только мы пришли, чтобы натрать ему задницу, он убежал. Паскуда. Поэтому, ребята, я о чем-то говорил, но я уже забыл. Давайте быстренько тогда еще сгоняем за Корсолой. Да, вот сюда. Честно, ребята, поддержите меня лайком, как я уже говорил, лайки дают отдельную мотивацию. Чем больше лайков, тем больше мне хочется делать видео, я не шучу, ребята, вы, опа, Корсолой. А вы не думайте, что вот, ух, как я уже много говорил, как мне многие люди там пишут, да, фу, Эдисон просит лайки, отписка наживается на бедных подписчиков, выпрашивает у них лайки, фу, фу. И все такое. И я уже, если честно, иногда... Ага, да. Я думал, с этим будет лучше видно. Я там вздыхаю, да, как я понял. Зашибись, нахрен. И потому, как многие там, да, говорят, фу, что, мол, фу, Эдисон наживается на бедных подписчиков, выпрашивает лайки, да, и, мол, не ставьте ему лайки, потому что он на одном лайке там может себе машину купить, да, там один лайк, нахрен, 30 тысяч рублей, как многие там сумасшедшие говорят. Да даже, если бы за один лайк давали хотя бы по 50 копеек, ребята, это было бы уже реально дохрена. Если бы за лайк давали, ну, хотя бы по одну копейку, то за какое-то время, может быть, ты там и насобирал какую-то там тысячу рублей. Но за лайк тебе ни хрена не дают, ни копейки. Еще раз повторюсь для тех, кто не может понять с первых 30 раз. Лайк выдвигает твое видео в топ. Ты находишься выше в топе по таким-то, таким-то, таким-то запросам. А почему я парюсь, если я могу дайвболом попробовать? И поэтому больше людей могут быстрее найти, увидеть, заметить твое видео. Это во-первых. Во-вторых, это мне отдельная мотивация. Когда я вижу, что на Pixel Money набралось там 200 лайков за два дня, я такой, ну, какие нахрен новые серии? Ну, люди там ставят по 200 лайков за два дня, какая нахрен новая серия? Пойду я лучше там посплю. А когда я вижу, что там набралось, мол, 500-600 лайков там за 4-5 часов, то я, ух, ни хрена себе, людям действительно понравилась новая серия. Так что пойду я побегу нахрен даже делать еще одну новую серию. Потому что вижу, что людям это нравится, и они ставят лайки. И это действительно так, ребята. То есть, мотивация, да? И это лучше для вас, потому что, ага, если я поставлю лайк, значит, Эдисон увидит, что нам понравилась серия, значит, сразу же побежит делать новое видео. И новая серия Pixel Money выйдет нахрен намного быстрее, да? Это так, ребята? И плюс к тому, это действительно мне поддержка. То есть, я стою, мол, так, более энергичный. Ух, ни хрена себе лайки. Ну что, поехали, поехали нахрен новую серию делать. И это действительно, ребята, так. Ну, это, еще раз скажу, зависит от вас. Корсоло, не выпендривайся. У нас нету ни одного нормального Бола. А за 5 серий до конца сезона я не хочу идти делать нахрен еще 10 стаков Бола, чтобы тебя по сходу словить. Честное слово, ребята. Я извиняюсь за такие выражения, но это прям уже жопа. Тут осталось практически около 10 серий до конца сезона. Из-за такой гниды мы фактически должны продолжать сезон еще на несколько серий. Ну, или к следующей серии я опять сделаю себе Боллы. Иди ты в пень, нахрен, гнилой пень. И смотри, там гуляй. Вашу мать. Опа, ни хрена себе. Это охрененные шейдеры, ребята. А смотрите, как тут можно сквозь них смотреть, что тут вообще происходит на низу. В принципе, через воду, да. Охрененные шейдеры, что мы... Ухрененные шейдеры, это был 20 уровень Корсола, сейчас нахрен 50 уровень. Не, ребята, знаете что? Я, наверное, действительно просто отложу это опять на следующую серию. И в следующей серии я, ну, сделаю себе еще чуть-чуть Боллов. И мы вернемся сюда за Корсола. И, наверное, наверное, я тоже себе откладу чуть-чуть Боллов на всякий случай на Поригона. И, в принципе, на какой нафиг всякий случай? Вы видите, что у нас ни хрена практически толком ничего не ловится, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, Поригон еще будет более такой мощной паскудой, чем вот эта Корсола. Честное слово, ребята. Я могу ее сейчас довбасить. Вот тут хрен его знает сколько, но Корсола есть Корсола. Такой же, как, помните, у нас хрен было с Мантином. Даже вспоминать не хочется, какая-то зараза. Будем надеяться. Если нет, то в следующей серии. Ребята. Эти все Боллы это хрень. Они действуют на какие-то определенные типы. У нас были и Дайв Боллы, я их всех потратил на одну Корсолу. Она не словилась. В принципе, Дайв Боллы это для водных покемонов. А вот эти все Френд Боллы, Нес Боллы, Лов Боллы, Хил Боллы. Это, в принципе, наверное, еще меньше шанс ловить Корсолу 50 уровня, чем пытаться словить с обычным покеболом. Честное слово, ребята. Поэтому, наверное, действительно, мы не будем париться по этому поводу. Отложим на следующую серию. И... Наверное, в следующей серии мы это и сделаем. О! Нихрена себе! Спасибо тебе, Корсола! Низкий поклончик тебе, Корсола! Говорите, да? Единственное, вообще, уже охренел. Словил Корсолу. Потратил, конечно, охренеть, сколько волок, но словил, да? Но... Ребят, эти шейдеры, если честно, очень охрененные. Мне они очень нравятся. И днем, и ночью. И вода, как охрененно, мне нравится. Потому что... Бывают такие случаи, когда там в океане спавится босс. Или в океане спавится Шайни. Или в океане спавится... Какой-то нужный нам покемон, который нахрен быстрее там какого-то шумахера, да? Летает прям 300 километров за пару минут. И когда нам это действительно очень нужно, то мы нихрена не можем заметить из-за этих шейдеров. Потому что, ну, вода в этих шейдерах не очень. И даже когда шейдеры выключаем, то, ну, через ванильную воду мы тоже, хрен, что-то толком увидим, да? А через эти шейдеры, вот, подлетел. Ночью, конечно, нихрена не видно, но дом... Ну, дом. Но днем охрененно как видно. Да даже и ночью, смотрите, я там вижу шахту. Нормально, я вижу тут. Ну, вот тут, да, Мэджикар плавает. Ну, в принципе, днем это намного лучше. Это все видно, ребята? Может мы... Я не знаю, ребята, как думаете? Может, в следующий сезон делать с теми шейдерами? Это еще какие-то, еще какие-то шейдеры, но эти были какие-то нафиг зеленые, что ли. И Сеус. Ну, Сеус это самые там лучшие шейдеры, да, которые только в мире существуют. Смотри, даже огонь, нахрен, от джетпака какой охрененный. Но, я не знаю, не как-то. Ну, посмотрим сейчас, ребят. Не знаю, увидим, что и как. Фух. Ох, ладно, не будем затягивать. Харсолу мы словили, это просто охрененно. А вы спросите, зачем вот эти все путешествия, ребята? Не будем мы туда уже идти. Нам же нужно много летать. Вы видите, наше яйцо наполовину уже потресканное. Нам нужно как... О, да, наполовину. А нам нужно как можно больше, ребята. Нам нужно как можно больше, честно. Честно-причестно. Вот Харсола. Вот она. 48 уровень. Еще 2 уровня, и она будет прокачанная. Кого мы словили? А, вот. Пока мы нафиг удаляем. Выдаем себе. Слоу. Ну, давайте левел там 35, допустим, да. Я-то выудалил шапочку. Я выкинул на начале серии. И вот он, ребята. По сути... По сути... Сейчас. По сути... Это мы снимаем. Так, дальше. Давайте выложим... Ван Рейна вместо... Вайлмера снизила. Еще раз, ребята, повторюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у снизила эволюция. И если есть, то как она происходит. Если нету... Не пишите. Или напишите, что, мол, она вообще существует в мире покемонов. Но в моде ее нету. Снизила вместо Джинкса. Джинксу один уровень остался. Виглитафа вместо Майнуна. Омастара вместо Яичка. Да. Замечательно. Вроде нормально. Давайте... Да, это все нормально. Все по очереди. Ага, ага, ага. Да, вот. Мы уже до сюда, ребята, дошли. У нас уже три и чуть-чуть ряда в шестом боксе заполнены. Кефири мы, по сути, можем удалять. Так же, как и с Норвакса. Ну, пока что пускай они еще полежат. Фух. Ладно, ребята. На этом мы будем заканчивать. Помогите по поводу Снизла. Помогите по поводу... Мьюту. Я там босса вижу. Давайте все-таки лучше его убьем. В следующей серии мы на одного босса меньше... На одного... На одну близь и меньше убьем. И помогите по поводу Мьюту. Какая последовательность должна быть... Блоков, которые нужно впихать, да? Ну, и по сути, ребята, чем больше мы лайков набираем, тем быстрее выходят новые серии. Логично, что чем быстрее выходит новая серия, тем быстрее мы закончим этот сезон. И так же логично, чем быстрее мы закончим этот сезон, тем быстрее выйдет новый сезон. Поэтому, ребята, если мы набираем 500 лайков, это не предел. Я буду вам благодарен, если мы и больше наберем лайков, и больше наберем лайков. 600-700, значит, я увижу, что еще больше мотивации есть. Значит, постараюсь сделать новую серию еще быстрее. Все, ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. И также не забываем, не стесняемся оставлять свои комментарии. Я читаю каждый ваш комментарий. Если комментарий логичный, адекватный и с смыслом, я на него отвечу, если вы задаете какой-то вопрос. Не стесняемся оставлять комментарии, ребята. Я честно читаю все ваши комментарии. Адекватные читаю, неадекватные удаляю, можно так сказать, потому что, ну, сами понимаете. Еще раз, всем за просмотр. Ставьте лайки, если хотите, чтобы быстрее закончился сезон. Всем удачи, всем пока. Твою мать.